Приветствую вас и отвечая на вопрос, который вы задаете, я бы хотел сказать вам так. Дело в том, что человек, в данном случае ваш брат, повторит те же самые алгоритмы поведения, те же самые поведенческие алгоритмы, если только не изменилось ничего в его сознании, в его мироощущении, в его восприятии окружающего и себя самого. Вот если ничего не поменялось в его взглядах, если вы не видите качественного изменения того, что с ним происходит, если вы не видите того качественного изменения в нем самом, то тогда ситуация завершенно точно останется такой же. Только, как сказать, с каждым разом, с каждым витком этого цикла, ваш брат будет отклоняться все в большей и большей амплитуде. И вот это кардинальный момент, кардинальный аспект, который необходимо учитывать. Почему? Потому что, если вы видите, что ничего в жизни вашего брата не поменялось, если вы видите, что все осталось так же, что он, по сути дела, придерживается всех тех же взглядов, что и раньше, то в этой ситуации вам нужно стараться как-то, знаете, помогать ему более адекватно принимать ситуацию. То есть, возможно, немножечко его отговорить от желания именно сейчас жениться на женщине, которую он встретил бы, потому что в противном случае он может не только наломать серьезных дров, но и если у него с ней ничего не получится, то успать еще больше, более глубокую депрессию. И вот, думаю, ваша задача, как его сестры, да, уберечь его от этого по максимуму. Чтобы все-таки сделать все, что зависит от вас, для того, чтобы ваш брат был счастлив. И его счастье, оно явно не в том, чтобы опять впасть в депрессию. Вот, в принципе, то, что можно ответить вам на ваш вопрос. Но есть и другая сторона вопроса, которую хочется вам тоже озвучить. Ваш брат страдает достаточно серьезным психическим заболеванием. И чтобы у него, по факту, было что-то реально успешное в жизни, и в личной жизни в том числе, необходимо, чтобы он или вы вместе с ним, с его заболеванием боролись, и старались как-то купировать негативные последствия его болезни, негативные проявления его заболевания и так далее. Без этого, опять-таки, нельзя гарантировать, что все будет так, как он хочет. Потому что если у него действительно в наличии то самое заболевание, о котором вы говорите, которое вы пишете, то с большей достойной вероятностью можно сказать, что эйфория закончится, и вновь начнется сплошное разочарование, что в итоге приведет к разрыву. Надеюсь, моя мысль вам была ясна в данном вопросе, я надеюсь, что помог вам. Сложно всегда говорить о другом человеке через посредника, потому что психология это вообще-то не очень хороший способ помощи. Но понимаю ваше беспокойство, и поэтому хочу сказать вам, что вы можете сделать на самом деле немного. Вы можете уберечь, постараться уберечь своего брата от определенных ошибок. Но опять-таки, если он сам этого не хочет, если он сам не желает как-то бороться со своими, например, проблемами, бороться со своим заболеванием, то вы здесь ему мало чем можете помочь. Потому что против воли нельзя донести до человека ничего позитивного, ничего хорошего. Вот, в принципе, так, думаю, можно закончить. Если вам понравился ответ на ваш вопрос, то сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Желаю вам всего доброго.